Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем i6x1 фит OG Buda Story Tell Intro. Это, я так понимаю, интрушка с альбома i6x1. Я не знаю, будем ли мы слушать этот альбом, мне кажется, что нахуй нет, но может и будем. Хз, дайте знать в комментариях, нужно ли будет слушать этот альбом, потому что, ну, прошлый альбом i6x1 мы скипнули нахуй к хуям, я подумал, ну зачем. А в целом так-то он достаточно самобытный, и, ну, просто его звучок далеко не всегда заходит. А этот трек мы слушаем, потому что это фит с OG Buda, потому что это популярный трек, у нас и так особо слушать нечего, и скипать, как бы, такой фит не очень хочется. В целом, как будто этот фит я максимально не ожидал, они до этого вообще фитовали, как будто я, ну, я не знаю, i6x1, мне кажется, не должен с Buda фитовать, немножко разные люди. Не знаю, честно, может, они раньше фитовали, я как бы особо не слежу за i6x1 и за Buda, ну, тоже. В общем, как-то так. В телеграм-канале, естественно, был опрос, где этот трек набрал 16%. Нормально, но Buda и i6x1 могут лучше. Поэтому, если вы хотите, то заходите в телеграм-канал, и в следующий раз, когда будет опрос, каждую пятницу у нас проголосуйте за своих любимых артистов. Ну, не забывайте про Twitch, у нас с ребятами тут общение с прослушиванием всяких треков. Прогнозы за баллы можно будет купить, если что, как бы, реакцию. Ну, а мы начинаем. Это Storytel интро, есть ощущение, что это какой-то серьезный трек для обоих, причем, артистов. Анотацию я сейчас гляну, да, я понимаю, это важно. Есть ощущение, что это какой-то серьезный трек для обоих артистов, Storytel интро, то есть какая-то, не только какое-то вступление. Да и сам Storytel альбик звучит как что-то типа гипердушное про свою жизнь. Ладно. Давайте смотреть. Началось все с моей любимой любви к аниме Code Geass, в частности, к последней песне сериала. Все просто, я скидывал как у ЕСэмпл, он сделал стиль, стиль. Я пришел к товарищу в Тбилиси, стел на балкон, и пока тот работал, я накидал текст, который начался, начинался со слова привилегири, привилегированный. Кое я с радостью впихнул в строчку и был очень с собой доволен. Далее я решил, что это А, идеальное интро, Б, сюда нужен Гриша Будик. Мы списались, на какое-то время трек остановил свою жизнь, и в какой-то из вечеров Гриша скидывает мне короткие кружочки, безучитывает начало своего парта с моего бита, а потом говорит, что видит меня вообще на другом бите. Мы и думаем сделать два трека, но все-таки приходим к решению сделать один, интересный. Быстро доделав второй парт, мы создаем чат, и с помощью Ильи Шоу Тайм... Кого? А, полная любви, Томас Парайс. Понятно. С Клеевом это в одно целое. Хэппи-энд и отличный начало моего альбома Storytel. Еще мне почему-то нравится, как сюда легла отсылка на Emphidum в кавере. Я изучал лучшие обложки вселенной и нарисовал данные. Так, подождите. То есть... Они сделали два трека в одном, потому что Будда видел парт Айсика на другом бите. Или что? Я вижу, да, вот тут переход есть. Две части трек. Или как? Наоборот, там по-другому немного, послушай, поймешь. Хорошо, послушаю, пойму, тогда ладно. Тогда доебаться не буду, сейчас я послушаю и пойму что-то такое. Что они имели в виду. Ну, короче, какой-то интересный трек, да, необычно ждет. 16 апреля Айсик опубликовал сниппет. Ну, короче, похуй, да, на эту информацию. Let's go. Бля, пиздец, интересно. Продакшн, чекнем. Быстренько. Кагуя, софт, нема, англука. Бля, ботник учела. Велял скват. Мгм, понятно. Софт. Эээ. Нема, кореш. Лучше буду. Челсниппеты протит. Охуеть просто, челсниппеты протит. И англука. Ну, я вижу, что англука. Да, я вижу. Бля, это джерк или детройт? В сторону джерк. Вы что, долбоебы, это джерк? Ладно, я не верю в эту хуйню. Let's go. Какую цель, я цель. Какую цель. А я не понял, кстати. Это какой-то дотроид, блядь. Охуеть. Охуеть. Это реально детройт? Вообще, кстати, морген делал детройт. Я бы мог стать генем, на су-ка. Федь, сори, чё-то заебал. Так, говорит, я резко свечного, чё на микшоп. Ах, 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 ах. Я могу всё, всё так же молодая Россия, хоть у меня уже 30. Буду коны России. Чё, блядь. А чё происходит? Вспомним, скучай, наработаю. Музыка. 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 сказали, что тут донаты. Что за донаты? Я в ахуе просто. Я... Ай, бля. Пиздец тяжело. Вот, вот. Бля, это Джерк или Детройт? Вот, вот, вот. Это оно. Это оно. Это оно. Вот это то самое, бля, это Джерк или Детройт. Которое мы хотели еще от Скали получить, но получили полную хуйню, к сожалению. Я точно сейчас буду переслушивать, потому что я просто под эмоциями и ничего не понял, я особо не вслушался. Но это звучит пока что на первое впечатление пиздец как охуенно и пиздец как необычно. Просто, понимаете, здесь очень много эмоций. Во-первых, я не ожидал Айсика увидеть, что на Детройте, что на Джерке. И буду не ожидал тоже увидеть, что на Детройте, что на Джерке. Потому что я думал, что тема с Детройтом давно закрылась. Что все, не будет Детройта. Что сейчас единственный нормальный Детройт это Рома 163. Все. В России я имею в виду. Че, вот, последний Детройт это что был? Это, блядь. Вот, Фри Рио 2. Вайбуды и техничность Айсика. Да, да. Я согласен с вами. Я согласен, что это достаточно пиздатый трек. Первым делом, мне нравится. Я не знаю, насколько вам нравится, поэтому мы добавляем это в общий. Но так пиздата в Детройте не читают технично. Я не скажу... Ну, не-не-не, это Детройт точно. Не в обиду, но кто помнит, как делал Детройт Морген? Я помню. Так, сейчас тут еще тес какой-то ебдутый. Надо считаться будет. Подождите, тут же два, бля... Тут же Айсик, ну, нормальный, типа, в тексте. А Будда тоже какой-то грязи наделал. Ща мы все продекодим, подумаем, бля, я... Давайте добавим, да, трек? Охуеть, это пиздец, круто звучит. Ну, это точно, блядь, ну, это не как интруха, это полноценный охуенный трек. 100 проц добавляем, это пиздец сильный трек. Ну, да, я... Но я 100% сейчас буду переслушивать. Мне зашло. Но я под эмоциями. И я хочу сейчас в здравом уме посмотреть, зная, что будет. Я не думал, что это Детройт, перетекающий в джерк. Я в целом не думал, что здесь Детройт будет. И джерк тоже, блядь. Я смотрю на эту обложку, я не вижу здесь ни Детройт, ни джерк, блядь. И я не ожидаю это от Айсика, блядь. Вообще, ну, никак. Это происходит... Вы понимаете, что, типа, ну, сколько эмоций в целом? Айсик и Будда Фит уже удивление для меня. Потом, я не ожидал услышать Детройт, что от первого, что от второго. И джерк тоже самое. А это еще и в одном треке здесь. На Фите их. Мы в другой вселенной. Сколько Айсику лет? Челу... Челу 94-го года, он, блядь, Детройт пишет. Вы слышите? Охуеть просто. Анлука. Ну, давайте еще раз. Сейчас послушаем, потом в текст читаемся. Тут сильный текст. Фрик, ну, столько же, сколько Будда. Реально? Охуеть Будда старый уже. Ну, так скажу, да? У Айсика флоу не Детройтовый как будто немножечко. Хотя... Хотя, почему нет? Почему нет? Ну, вообще, да. И Оффбит, как раз, да, присутствует тот самый вот Детройтский приятный, который вбит нормальный. Это пиздец трек. Все знаю, там надо подумать о новом, а то я уже дропаю. Все знаю, там надо привыкнуть к этому стилю про регулированную. О, Айси, опять, как будто бы выше их на голову. Поговорю сам с собой, в микро я получаю отстойный. Будь так далек, я как персонаж сонанной. Трэп лайф ушел, блядь, твоя жизнь. Ну, икона, я работаю. Настути-ка, меня стоп-лоу. Я, блядь, ебнутый, хамилённый, где босс-питос уже раздолбанный. Какой я ссори, Раскован в своей манере у меня фитов дохуя. Раскован в своей манере у меня фитов дохуя. Я особенный. Бля, как кайф. Я же говорю, флоу техничный, он не просто читает строчка фраза. Ну, так и в Детройте то же самое, блядь. Как обычный Детройт. Я не считаю это Детройтом. Это Детройт, как минимум, бит-тайпа Детройт. Просто я еще привык. Даши на Детройте и на джерке говорят хуйню полную. Ну, типа, говорить или хуйни. Тут какой-то, типа, такой текст нормальный. Тут еще даже есть офбит, но тот, который вот приятный, который нужен Детройту. Который по канонам жанра. По канонам жанра парт сделан, не. По канонам парта. Но и сохранят айдентику Айсика. Бля, охуенно, слушайте. Детройт Морген. Сижу, плачу под выше домов Сироткин. Очень сильно любую бабулю, но мы дети улезть как сироты. Я бы мог стать деньем, на сука. Я утонул в сиропе. Я бы мог стать деньем, на сука. Детройт у Айсика по передаче. Можем. Вот тут прям айдентика Буду жесткая. Вот прям Буду. Хочу 163 на джарке. Интересно будет, да. Рыф мой только на глаголе. Подумал о тебе загона. Медали выступят, бля, какие нынче законы. Изменяю эти дерева, пока мы не запуты. Скажу за всех, я хочу больше треков от 163 ров. Фиолетово это. Хе-хе. Хе-хе. Охуеть. Честный пиздец какой-то. Еще, знаете, в чем прикол? И джарк тоже как бы не самый дефолтный. Короче, они всунули максимальное количество удивления в этот трек. Вот максимальное количество эмоций у меня вызывает этот трек. Я считаю, что самая пиздатая музыка это та, которая вызывает эмоции. И этот трек вызывает у меня эмоции, как никакой другой, блядь, за последнюю неделю. Так что... Они очень технично сделали, сохранили свою айдентику, сохранили каноны жанра. При этом, сделав их звук интересным, это все соединили. И это все на фоне того, что это в целом их фит, который, ну, типа, для меня странно. Ну, в эту пятницу, да, конечно, так себе сравнение. Ну, ладно, мы толком ничего не слушали особо. В эту пятницу, да, еще. У нас еще впереди дохуя треков. Восемь треков целых впереди. Так что норм. Не пиздить. Блядь, я вообще в шоке, чест. Ну, ладно. Окей. Вот после такого звука, как будто у Асика хочется и даже альбом послушать. Так что, я думаю, мы это будем делать. Это отличная работа. Причем, ну, хорошо, качественно проделанная. Я понял, почему так много продюсеров здесь. Ну, типа, я понял. Кагуя сделал Detroit. NemoSoft сделал, как бы, джерк. Аннука, походу, тоже. Аннука, я не знаю, может, тоже джерк. Ты еще прошлый альбом не слушал. Может, послушаю, кстати. Просто, как бы, послушав два трека Nightlife, Nightlife и Океан Пустота, которые сюда входят, я подумал, что это не тот альбом, который мне понравится. И, не знаю. Вот целый Storytale и три части альбомов, связанные между собой. Shelby, ты про Shelby? Бля, еще бы, Shelby не понравился альбом Shelby 4, нахуй. Shell. Ну, вы понимаете, да, тут как бы все куплено. Вот есть Shelby, Volume 1. А Shelby 2, нахуй, идет, да? Я понял. Это, типа, как Grow Guide. Он в конце. А. Shelby 2. А, перезалив был. Понял. Пиздец, интересный трек. Более того, ну, типа, я очень хуево знаком с музыкой Айсика. Я из того, что я слышал, как будто самый пиздатый трек от него. Ну, я че, слушал? Че, Nightlife, Океан Пустота и этот трек. Все, больше ничего не слушал. Nightlife, конечно, очень пиздатый трек, но вот это как будто пиздача звучит. Кайф, бля, ждем тогда альбом. Мы тогда ждем альбом. Это пиздец интересно. Если сохранится что-то подобное, то охуеть можно. Да. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.